здравствуй зритель добро пожаловать снова на рамклаб с новым годом надо сказать зрителю с небольшим опозданием но не с таким большим как в прошлом году у нас сегодня у нас реально особенный выпуск мы его с точно я думаю в пошел в спешу поставим very very special до спешил это сегодня у нас подведение итогов оценки за весь прошлый сезон так сказать сезон 21 сезон да 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 не путем используется вот мы нам нравится думать что рамклаб идет сезонами как сериал так что сегодня мы огласим список топ лучших топ худших и виски и рамов подытожда то что мы пробовали за прошлый сезон будет интересно так первая категория это знаешь как какой-то шел как оскар какой-то примерно как оскар да 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 я думаю что сперва надо что-то налить точно я даже не знаю что оскар так оскар праздник так праздник новый год так новый года что тебе оператор думает оператор может есть оператор может выйти в свет первый раз и выбрать сам прикинь так можно сделать может может но никто не знает будет ли это что ты тоже будешь пожалуйста да ну вот все мы все решили значит четыре категории у нас правильно давид у нас будет топ-3 ром топ-3 виски и ботом-3 да ром и ботом-3 виски да победители и остальные участники да совершенно верно чего думаешь начать топ-3 ром я думаю ну давай на рамклабе победителей наверно в самой важной категории или за мне я думаю да 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 давай с кучок начнем ну тогда ботом-3 рома в общем да мы здесь подготовили списки кое-какие есть такие маленькие маленький короткий спойлер на паузу чтобы не ставили дальше вот и что поехали да ну поехали затем и это сейчас листики раздали друг другу каждый тут по отмечал еще между собой не оповещали так что может быть маленький сюрприз где-то будет больше совпадать чем различать но сейчас посмотрим ну что давай ладно начинай тогда с худших ромов которые мы пробовали ну именно в рамках ютуба да нашел меня немножко волнительно потому что у меня самый ром с самой низкой оценкой за 21 сезон да это этот ром нам достался в подарок а ты прямо чисто только исходя из оценок нет я так ну я и на оценке ориентируется тоже да конечно что это логично да но в принципе так по своим воспоминаниям то память у меня конечно не очень но что смог то вспомнил я могу сказать это же чуть такое отступление сделать что до что я например тоже когда час выбирал топ да и соответственно самые худшие но я не шел полностью отдал поголовную вот какие оценки вот поставил да там этому я поставил там не знаю скажем 70 этому 71 все значит 71 у меня точно я так вот условно дают по памяти как будут которые запомнились которые вот очень вот как-то но очень плохо да как не пошло и наоборот которые запомнились да может быть там если пересмотреть выпуске да может быть даже где-то будет оценка чуть чуть ниже чем у кого-то другого но вот он чем-то может быть так врезался и как за да 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 что вполне ну разумно и так bottom 3 на последнем месте получается юджин юджин не на последнем месте юджин на втором в топе на втором на втором оператор на первое кто оценивает амрут амрут самый плохой да что за пробу я помню но я просто помню что вот да мы его пробовали и этот амрут да этот амрут нам кстати еще в подарок достался я и говорю нам его подарили поэтому мне вдвойне неприятно и определять ему именно такое место но почему собственно да у него оценка низкая мне в целом как бы амрутовские у меня может какая-то плохая ассоциация я пробовал виски амрут который был бленд да и вот я так понимаю был бленд именно шотландских и японских виски из того что я смог как бы выявить но он назывался как бы indian виски но как он может быть indian виски если как бы смесь ну там индийского вам ничего и не было может быть какая-то была какая-нибудь до выдержка но я даже в этом не не уверен поэтому у меня помрут и вообще как бы такое специфическое отношение поэтому я вот здесь его определил к сожалению на последнее место не знаю он попал в твои bottom 3 или не попал ну попал что дальше у тебя что чуть-чуть получше повыше ты поставил дипломатику дипломатику это тоже до среди самых плохих у тебя да где он тут списке дипломатика резервы эксклюзива очень очень популярные известный да реально же мы уверен что популярный уверен что известный но как я помню что ничего особенного и сладко да он очень 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 рассчитана определенный наверное как бы пропорцию потребителей да кому вот так нравится мне такой профиль не соответствует моим предпочтениям поэтому я его определяю низко нежно чем высоко окей и что еще инга стура ангастуру я выбрал потому что как-то она была такая я здесь можем есть ангастура да у нас просто вот ничем он для меня как-то не особо не выделился поэтому вот они ботом 3 стоят ангастура дипломатика похуже и самый плохой до который я помню это индийский а мы ну вот из тех что мы рассмотрели в сезоне вот эти я выделил а что у тебя так у меня значит получается таким образом что я пойду от обратного пути ангастура так ангастура у меня остается до на этом же месте да это третий самый такой который не выдающийся ром который мы снимали что еще добавить на стуру ну да не ну что это на самом деле 1919 это не самый да скажем так стартовый ангастура вский blend что они делают но в сравнении хотя бы да просто с тем что мы еще снимали ну просто поэтому он попал сюда в целом как продукт он неплохой но ничего такого прямо запоминающиеся да вот у него единственное да что но на самом деле чувствуется да что это как бы вот есть немножко вот этот характер тринидада если те которые в курсе да и могут отличить то здесь он да он есть вот этот именно который идет от ангастуры это плюс то что да ну вот этот характерность его чувствуется во вкусе это еще раз как бы сказать что это не bottom 3 как бы всех всех времен и народов да это это вот из того что мы в двадцать первом году рассматривали да там в принципе нету как каких-то сильно ужасных ну да какие-то там капитан морган мы не снимаем вообще да и так далее поэтому и из того что мы делали нам надо кого-то выбрать ну вот попали вот эти товарищ чуть-чуть повыше ну не в плане оценки но скажем так наоборот они пониже они за я поставил у меня не дипломатику флор закона хотя оценка до относительно если там пересмотреть в принципе то ну ничего там такого высокого тоже нет но и не слишком низко типа восемнадцатилетний о боже мой и давид его поставил почти вообще самый худший вариант сейчас мы достанем бутылку просто видно было я думаю что сейчас уже там кое-кто начал подгорать у кого-то вот но в целом да я могу наверное сказать что ну достаточно дар разочаровал напиток как сам был сделан ну и к сожалению да наверное на самый такой не очень хороший вариант я поставлю до индийский амрут который мы рассмотрели но тем не менее спасибо было все равно за подарок не зима заваря всегда приятно потому что мы здесь было интересно все равно попробую да как бы с этой точки зрения но опять же до сравнивает что у тебя самое плохое это самое плохое окей ангастура у нас не двигается дамы господа это мнение оператора крепко заняла свою позицию да 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 так что но тогда ты поставила дипломатикой дипломатикой убрал поставил флор закона на флор закона реально как бы not относительно да вот этих типа их них 18 лет типа разочарование разочарование что случаться так что так так ну что все теперь топ топ-ром 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 с удовольствием топ-ром давай ну ты по нарастающей папа нарастающий даже до топ-3 да 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 я определил хлорин клерин ну клерин и ринду как разношение это очень очень крутой выпуск он и прямо запомнился он не запомнился тем что мы обсуждали вот выдержку которые они считают месяцами да и что стали вот ну уже не годами даже месяцами всего лишь вот такая выдержка меньше двух лет получается да да мы же сравнивали и против белого да и не порой но я тогда принес до белый рассказывал в целом про историю то есть само качество белого без выдержки да а потом еще всего лишь меньше двух лет выдержка давать такой позитивный ощущаемый эффект что ну оставил отпечаток оставил впечатление да здесь с тобой соглашусь это хороший вариант действительно да что вот например просто да для зрителя что у нас флор закона 18 лет указано данные этикетки а здесь 21 месяц и о боже он попадает в топ лучших ромов за прошлый сезон как так окей что дальше дальше это персонал но тут следующий конечно оба 2 personal favorite но это было для меня вообще бомба я был очень рад что нам получилось попробовать и сделать обзор тайгершарк который был не обзором до тайгершарк это просто в бомбически офигительный ром реально очень 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 крутой можете посмотреть выпуск он называется не обзор но там уже было да там уже такая импровизация такая пошла к тому моменту но тайгер шарик навсегда останется специальное место для него в моем сердце и что же сам ты дерзишь ты дерзишь для зрителей ты не выразился хазис хазис как кожи ну и номер один я иначе не мог я знал даже не смотря на список это апплтон 21 серьезно лучше да вот прямо да для меня да мне нравится как спойлер получился в самом начале когда разлили ну да так уж совпало тут все тут и во-первых апплтон как производитель заслужил уже уважение мы рассматривали другие другие пробовали да очень классный здесь и презентация здесь и майка естественно нового вкус аромат ну все просто вот отличная бутылка с восхитительным содержимым поэтому номер один вот ну а как можно это удать что-то меньше посмотрите на эту красоту скажи не она абсолютно с презентация полностью согласен фантастическая вот эти все тиснения даже да это ну это на обзоре мы там рассказываем можно посмотреть да ну презентация сама по себе не заработает там больших очков да но когда сам такой вот выпуск такого качества и к нему еще добавляется там вот такие вот плюшечки типа презентации но сразу складывается просто картинка впечатление что это вот знаешь победитель есть что-то чтобы ты хотел бы еще просто отметить скажем что не вошло в топ но что фуф есть труда такое что логий что отметить ну слушай шамарель и я бы отметил как возможно я не знаю попал в топ-5 но он прямо запомнился он бы наверно попал топ-5 если мы делали так шамарель точно ну дтн-тфор square потом сосафрос тут как бы много и много и есть чего выбрать очень много претендентов обувь уж fire тоже да да ну вот наверно так наверно так но окей да и хорошо мой топ 3 лучших ромов был ту 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 начинаешь с 3 до 1 час чтобы да не запутаться клиренса джуз тоже на третьем тоже да на третьем месте здесь абсолютно считаю что ну я правда вообще никак не мог его обойти стороной это он где-то должен был быть в топе потому что это фантастические продукты то что они делают это серия до сингл касков которые очень маленьком тираже выпускаются их достаточно большой это самое выбор вот всякие разные бочки они делают тиражи у каждой бутылки варьируются ну порядка там 200 300 400 500 бутылок ну вот не более того в целом но относительно возраста качество и цены что еще за что можно купить сегодня это это супер поэтому да это точно топ-3 лучший ром за прошлый сезон на второе место я поставил поставил так интрига и полтон 21 на на второе место ну окей да немножко мои чувства задет и и и и на первом месте у меня все-таки соса как и знал я так и знал да ты его тогда просто не распробовал я что возможно когда мой обзор на может поэтому ты его оценил так низко но я вас это реально наверное в целом вообще даже за пределами камер на наверное один но наверное в топ-3 попадет этот рома который вообще у меня за прошлый год был вообще за всю жизнь не не за все но не ну да 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 сасов раз конечно я думаю что может быть просто вот в рамках обзора не было достаточно времени может быть так может быть ему отдельное внимание требуется и чуть больше времени ну да да к сожалению нету бутылки что попробовать но можно загуглить или тем более посмотреть наш обзор на него да что ты дашь самые топовые рома саджус как ангастура вот прямо это занялись так саджус 2 апплутон справедливо вот это да вот айгер шарк не попал в топ-3 вот это я его отметил я ему очень высокий балл дал ему 86 баллов дал кстати но выбрать можно только я просто да я должен был выбрать выбрать три тайгер шарка абсолютно то есть тайгер шарка объективно вообще я его в топе оценил выше чем этот но я хотел очень поставить его кто потому что нот он настолько запоминающийся просто но это вау да это вау а что нужно ну слушай да маленький перекурщик я думаю что это самое тогда перейдем к виске так маленькое отступление еще я хотел обратить внимание на несколько позиций которые не вошли в топ у меня касательно рома еще в самом начале года у нас был еще дожди или что до в самом начале года у нас был такой продукт кстати до habitation вейлер саванна это это бомба это бомба дамы и господа абсолютно фантастический ром который тоже вполне себе мог бы попасть тоже в топ потому что несмотря на то что он белого даже не выдержанный но это что-то что реально остается у тебя в память это очень очень крутой продукт да еще я хотел выделить все-таки чермайнс вот этот который в принципе все за коллективно очень высоко оценили в тоже и абсолютно фантастический тоже продукт который но я считаю да однозначно стоит попробовать кто не пробовал его чермайнс вообще как производители как бренд можно только позитивно о нем называться а это особенно вас презентации ну не они не чермайнс правда вот сколько мы там 1 2 3 там 4 насколько пробовали все они классные все они по очень очень такой цене цена-качество да я плачу а вот сам по себе сам выпуск этот еще поставил да 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 впечатление позитивное тоже да ну что ладно так теперь уже поехали действительно по виски самые худшие виски за прошлый сезон от юджина поехали прямо ну поехали хорошо так по постепенно опускаться добычу и я наверное да да ну давай так давай типа 3 самый низкий виски это старворд нова его а он он там где-то в другом месте состоит есть выпуск есть выпуск да можно посмотреть австралийский да 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 он я помню там была хорошая опять же презентация бутылка мне понравилась но как-то он ничем особо не зацепил сложно кстати я вот прежде чем пойду дальше вообще из нашего списка сложно выбрать какие-то плохие виски потому что в этом сезоне у нас не было каких-то таких прямо один я прям сразу удивил и у меня занял самое плохое место ну сейчас посмотрим так он не запомнился дальше обервау white oak ну опять же не то чтобы он плохой просто из тех что мне надо выбирать наверное вот этот вот ну и самый-самый-самый неудачный мне кажется это тулибардин шери шерифиниш это самый такой неудачный причем мне кажется да люди со мной здесь точно не согласятся и будут будет критика наверное но я вообще ну как бы я вижу что много наград много людей там писали о нем позитивно отзывались опять же неплохой виски но из того что у нас здесь представлено надо что-то выбрать и сожалению он попадает сюда и ты как вот самый самый ботом the bottom of the bottom is к сожалению нет у нас все самое плохое выпьет уже жене все скарминер стал такая система так что у тебя самое плохое баловине карибин это не зашел честно говоря по поводу вот этого конкретно баловине у меня тоже ну хотя оценила его вполне себе вполне себе да но как в целом как продукты тем более относительно цены его он ну да в какой-то степени было разочарование хотя при всем при этом да мне очень нравится их презентация очень нравится бутылки до расцветки шрифт мне нравится да что тезка там и все такое дэвид стюарт там и казалось бы уже должен был быть достаточно предвзят но что-то как-то да да я думаю что вот с рам касками вот вот именно вот этот выпуск до хочется сделать какой-то новый продукт какой-то что-то интересное выдержать в каких-то там касках в данном случае рам каск но он она не играет здесь какой-то роли знаешь как будто бы но не доведено до ума сама идея с тем чтобы выдерживать рамка с получился продукт который на себя не выдерживали не выдерживали в рамках что еще прибор или борди но нет а у меня самые плохие виски у меня топ-3 до понес ниже ведущих пойдет леперту из виски ошибки попал в обзор да 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 там перепутали из этого нет он как-то ну правда как-то не сильно вообще впечатлил он и чем такой такой как-то что-то пытались дамы там как-то из него ну что-то ничего такого второе который не впечатлило и чуть более разочарование пожалуй было это starwood до австралийские виски который был выдержан в бочках красного вина но вот ароматика там была классная ароматика была классная но когда ты его пробуешь на вкус ты как будто провалишься в пропасть прямо вот лицом в грязь падаешь и что плохо что не то чтобы это как бы не продолжалось да вот ароматика и вкус как-то она может иногда и совсем другим быть но какой-то огромный просто провал между и между одним и вторым кажется что аромат и вкус как будто они ну разъединены да вообще они не вместе да да но вот такое бывает не только не было когда такое случается это всегда как-то расстраивает потому что аромат он как как стартер как appetizer что это копы у тебя начинает формируется ожидания а потом это как задницу у девушки да потом она поворачивается и ну вот аромат это задница тем более а потом поворачиваются из пропасть ну вот бывает так бывает и что и не пропасть до тогда всегда приятно и самое большое разочарование пожалуй это тулибардин да это тот виски которую я сразу отметила я уже здесь даже знак самый восклицательный знак поставил но вот он реально мне как бы совсем до разочаровал там интересная история да там с пивоварни и как она там винокурню переросла и все такое мы рассказали можно посмотреть этот обзор но как виски как продукт вот он как не было в нем какого-то характера он был просто как вот такой виски да просто виски просто как такое вот варенье такое ничего такого вот что ходе хотелось бы отметить еще из виски что мы рассматривали но честно говоря вот виски почему-то у нас здесь намного меньше чем рома осталось но очень интересный вариант был то что ты до открыл об он действительно сидишь ему было финишировано fino каск на если ты интересный на хороший хороший много людей до получили пробники была возможность не у всех и уже нету там уже все вот но интересный до виски на самом деле был попробовать классно он запомнился однозначно ну да еще есть что сказать просто не хочется сейчас спойлерить потому что давайте же топ будет давай да топ сделаем как раз быть еще кого-нибудь отметим так ну что я пойду первый опять же да ну что наверное вот так надо делать значит 3 сверху я вижу что он сюда попалась честно даже не думал бронза 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 бронзова медали остается лаговулину о 16 до лаговулина 16 мы его и где-то в диму же нам 16 летний год назад да да что надо видимо в самом начале года его рассматривали я уже даже думал что он может двадцатом году он здесь поэтому он берет бронзу серебро тогда берет пит монстр компас бокс да этот 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 прямая причем но мы его рассматривали уже сколько-то там месяцев назад но так получилось что позавчера получилось его еще раз попробовать не все таки как так получилось как так получилось да там какие-то люди дегустации делать это же центре риги да да и чё там делать дегустация давина проводит один ну как бы так вот пит монстр значит берет серебро а золото но я еще раз прошелся золото пришлось отдать glenguin cask strength вот так это вот самый последний буквально вот мне недавно да и собственно он вообще поразил я здесь смотрел какие-то другие отметить опять же много кого можно но если ну компас бокс однозначно да все компас боксы да да я просто хотел точно я просто знал что лагавулин должен быть топ-3 он должен здесь быть ему на место у нас два компас бокса представлены в списке и поскольку глингойн тоже был зарезервирован уже на первое место пришлось выбирать из компас бокса какого на второе место поставить но какой-то компас должен должен был быть должен был быть это прямо знаешь как открытие до discovery сезона все они все они очень интересны все они классные и точно 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 рекомендую кого бы я еще отметил здесь ну ну глин скотчу бы конечно отметил до италийский порт ну что же бы отметил мне в принципе он нравится вот этот профиль ну давай что у оператор лучше да один в один лагавулин компас бокс бокс да и глингой вот это вы это сама ну так мы знаем о чем говорим а ты вот сейчас выделишься а я выделюсь а я выделен так бронза бронза у меня достается глин скотти викториана ну это то с чего мы начали вообще прошлый год и на мой взгляд очень достойный виски хотя он без указания возраста но у меня бутылка закончилась я честно говоря хочу еще чтобы купить опять открыть купе и потому что у тебя висит на 68 скотти спасибо да хорошие виски хорошие виски комплексный сложный насыщенный зимние я бы сказал виски такой но мне интересно интересно да возможно да но он тоже как бы чековой крепости вы хороший он запомнился мне так на заряжаться серебро 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 я поставил вот этому товарищу это ли мне сонду иски артист коллектив серия они делают на мой взгляд очень интересные выпуски советую точно посмотреть обзор на этот виски то что мы делали всего 9 лет выдержки интересные здесь комбинации дам или но он мне очень запомнился как действительно очень высокого качества как бы виски да не столько да здесь акцент на выдержку до 9 лет всего но вот именно качество и баланс не очень понравилось мне правда очень понравилось ну а топ-1 до глингоин глингоин кастринг он реально нас всех впечатлил так неожиданно это лишь опять же потому что мы до этого другой глингоин рассматривали и все не ожидали много так такую большую роль играет твои ожидания что прямо сложно смотри какая ирония получилась в прошлом сезоне мы глингоин десятку отсоединили как один из худших да или вообще там какой-то муж со мной а в этом сезоне у нас глингоин это самое в топ вырвался у всех троих причем ну да так что да это прямо камбэк story когда уже знаешь когда роки боксер уже падает уже падает да уже типа нокаут темнеет уже в глазах замедленном замедленном под героическую музыку он поднимается да и побеждает люди все на фоне не фокусе там да вот поэтому глингоин молодцы вытянули все поздравляю победители сезона я чем-то говорит это говорит о нашей объективности мы не списываем да что как бы реально но однозначно точно среди виски я считаю да однозначно стоит упомянуть компас бокс который в этом сезоне очень-очень запомнился да ну наверное компас бокса стал может быть на следующий сезон посмотрим свои оценки чтобы еще много комплексов будет у нас в принципе я выделил бы да тоже пендерин который мы рассматривали из вельса из вельса да очень интерески и интерески и интересные виски с хорошей крепостью не под не проходили фильтрации с натуральным цветом и ну все как надо и что интересно очень хорошая цена на них относительно дизайн потому что руки подвела дизайн до отвратительные прямо но содержание и в целом сама бутылка мне напоминать тебе бутылка я помню не понравилось не вот только не юра 21 конечно он тоже мог бы быть в принципе в топе но как-то я его оттуда насильно но вытеснил вытеснил но справедливо мог бы там быть действительно очень хорошие виски тем более не такой дорогой 21 года летний виски принципе если сравнивать да ну что у нас еще из таких но больше у нас ничего из таких скорее нет да так что вот поэтому вот победители и не только всем же определились и писали да я думаю что было может быть интересно кому-то кому-то кто смотрит наверно так что ну если вам было интересно я думаю что можно попробую до подписаться может быть там колокольчик если что не успел да потому что у нас сейчас уже пошел уже новый новый сезон новый сезон да уже кое-что отсняли так что можно комментарии оставить какие может у зрителей есть какие-то свои идеи о том кто должен был быть в топ-3 как найти твой адрес ну поэтому welcome да ну что пока а